Достижения страны за годы независимости в цифрах и фактах. На этот раз в цикле материалов «Новый Казахстан» речь пойдет об ассамблее народа Казахстана. Отмечу, АНК получила высокую оценку ООН и ОБСЕ как пример успешной реализации модели мира и согласия в стране, где живут свыше 130 этносов и представители 17 конфессий. Так ли просто сохранять в стране спокойствие? Кто формирует идею единства и равенства, расскажет моя коллега Жамам Муканова. Здравствуйте. Как сохранить в стране мир и согласие? Это главный вопрос и задача, которую решает Ассамблея народа Казахстана. Идею ее создания озвучил президент нашей страны в 92-м году на форуме народов Казахстана. Он был посвящен первой годовщине независимости нашей страны. А уже в 95-м вышел указ о создании АНК. Нурсултану Назарбаеву принадлежит право пожизненно возглавлять Ассамблею. Структурно АНК состоит из сессий, совета, секретариата и Ассамблеи областей. Сессия Ассамблеи и ее высший руководящий орган созывается президентом страны не реже одного раза в год. Последняя, 21-я по счету, проходила в столице буквально пару месяцев назад. На встрече поднимали самые актуальные вопросы. События в Украине, вывод войск из Афганистана, создание Евразийского экономического союза. В период между сессиями руководство Ассамблеи осуществляет совет. В него входят представители республиканских этнокультурных объединений, общественные деятели, депутаты парламента, министры и акимы областей. Рабочим же органом является секретариат АНК в структуре администрации президента в качестве самостоятельного отдела. Возглавляет его заведующий секретариатом, который одновременно является заместителем председателя Ассамблеи. В регионах в структуру АНК возглавляют акимы областей. Состав формируется из числа наших граждан. Это могут быть представители этнокультурных и иных общественных объединений, а также работники госорганов. АНК представлена в высшем законодательном органе парламенте страны. Избираемые Ассамблеей 9 депутатов представляют интересы всех этносов нашей республики. В настоящее время в составе Ассамблеи около 400 человек. Их главная задача развивать национальную культуру, язык и традиции народов Казахстана и формировать идею единства и равенства, независимо от расы, языка или отношения к религии.